Снова здравствуй, дорогой зритель. Руки-картавого блогера приветствуют тебя. И очередная посылка с Алиэкспресса, пусть я не смущает то, что все это дело упаковано в Почту России, да, у них отправка из Москвы, отправляют из Москвы, причем отправили 23-го числа, сегодня 25-е, она уже у меня. Ну, а помимо прочего, ей еще надо было сделать сортировку, так что Почта России это не всегда такой бедлам, да, бывает даже побыстрее, чем некоторые курьерские службы доставляют. Что же внутри? Вот такая вот фигня внутри, ну, пока это ни о чем не говорит, давайте еще раз распакуем. Пупырки-то сколько? Опять ни о чем не говорит, да что ж такое, сплошная пупырка, пупырка, пупырка. Наконец-то сейчас вскроем уже. О, пупырка закончилась, и нам предстала нашему взору такая вот ерунда. Что это такое? На улице холодно, обещают прям морозы-морозы, и было уже пару случаев, когда забывался свет в машине, аккумулятор в ноль садился, плюс спутник поджирает и так далее и тому подобное. Поэтому я решил, помимо прочего, заказать вот такую вот ерунду на проверку. Не дико интересно, что здесь находится. Можно это открывать или нет? Итак, что мы имеем? Мы имеем разные вот такие вот переходнички. Раз. Такая вот инструкция. Два. Вот такой вот адаптер европейский для зарядки. Три. Еще один переходничок у нас выпал, мы его вставим назад. Да, и в итоге получили вот такой вот ряд. Здесь наверняка даже на Nokia зарядка есть. Значит, ну давайте вообще изначально, что это такое? Это аварийный запуск автомобиля в случае севшего аккумулятора. Но китайцы, они, сами знаете, просто сделать аварийный запуск, они считают, что его не купят. Хотя я его купил бы с удовольствием. Поэтому они в него понапихали все, что можно. А в точности вот эту вот часть, вы сможете разбивать в стекло. Да, классно. Вот эту вот часть вы сможете использовать как стропорез. Да, то есть там прыгнули вы, например, на парашюте. Парашют не открылся, вам его надо разрезать. Ну или повисли вы... Не, не раскрылся, что значит не раскрылся. То есть повисли вы на парашюте на дереве, да? Пух, порезали. На самом деле нет. Ремни аварийности. Аварийные ремни. Ремни безопасности, короче, в случае аварии, чтобы можно было срезать. Также здесь у нас... Ну, короче, в общем, пауэрбанк. Полноценный пауэрбанк. Включаем. Это еще и мощный, что ли? Полностью заряженный. О, о, еще что есть. Вот такая вот лампочка. Ой, ай, ой, 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 ой. Ну, вы знаете, прикольная штука, да? То есть можно вместо знака аварийной остановки ее поставить. Ни у кого эпилепсия не началась от просмотра данного видео. Как тебя выключить? О, просто фонарик. О, все, выключился. Еще раз нажимаем фонарик. Нажимаем выключается. Либо нажимаем раз. Какая-то синенькая ерундистика горит. А, синенькая ерундистика, это отсюда лампочка пробивается. Блин, я себе, по-моему, зрение посадил. Ну-ка, подержим. Ну, а что-то не включаешься-то. О, просто беленьким заморгал. А, во, смотрите, 19 вольт, 12 вольт, 16 вольт. Как тебе отключить-то, блин? Я залип, короче, ребят. Так, давайте на 19 вольт так попробуем. Нет, все равно фонарик включается. Ну, в общем, каким-то макаром можно включить а-ля мигалку. Ну-ка, еще раз. Нет, пока фонарик. Наверняка это будет написано в инструкции. Бог бы с ним. Значит, есть выход у нас вот такой. Есть выход у нас вот такой. Есть, соответственно, два USB-шных. И, 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 самое главное, это вот сюда. Как тебя подцепить? Чем тебя подцепить? Иди-ка сюда. Так, мы тебя откроем. Во. Самый главный выход. Что у нас есть для этого выхода? Для этого выхода у нас есть вот такая вот ерунда. Да, да, да. То есть, ну, фактически прикуриватель, да. Если что-то, чем обычно пользуются в машине, надо воспользоваться, например, на пикнике, то... Чпок. Можно это будет сделать от этого... Пауэрбанка, фактически, можно его назвать. О, господи, что ты, боже мой. Вы посмотрите. USB, микро-USB, самсунговский планшет и айфон. То есть, прям вот такого Змея Горыныча четырехголового положили. Мне все-таки интересно, что здесь такое. Давайте попробуем прочитать, может быть, что-нибудь важное. Уж могли бы и перевести тогда. Нет, переводить они не стали. Давайте откроем, все-таки посмотрим, что здесь такое прячется. По запаху на стиральный порошок, похоже. Есть мысли, что это такое, может быть? Не знаю, какая-то химия. Надо помыть руки. Обязательно с мылом. Попробовать, можешь перевести это переводчиком. Что это у меня, конфетку какую-то положил или что это вообще такое? Ну, да ладно. Значит, Называется эта модель GGGS03. Заявлено 9900. Ух ты. Смотрите, тут какая-то еще писюличка есть. Давайте-ка ее подковырнем, посмотрим, что там. Она не подковыривается. А что-то не подковыриваюсь. Для чего-то там была нужна тогда. Непонятно. Ну, наверное, думалось сюда что-нибудь еще втыкать. Значит, в целом, выглядит прикольно. Кейсик удобный. Нужны полевые испытания. Да, но на данный момент машина заряжена. А у данной штуки, смотрел я, есть такая особенность, то, что без аккумулятора лучше не заводить. Потому, как может быть скачок напряжения, аккумулятор его скушает, а без аккумулятора может компьютер сгореть, как минимум. Или что-нибудь еще. Поэтому дождусь я момента, ну, поставлю его на зарядку, пускай он зарядится, хотя он и показан как полностью заряженный. Вот. И, собственно говоря, вот эти все приблуды, будет ли он заряжать ноутбуки и так далее, тому подобное, это не столь интересно. А вот заведет ли он машину с севшим аккумулятором, я думаю, скоро вам смогу показать. Если вы являетесь моим соседом, вы мне можете как-нибудь написать, сказать, Миш, у меня машина села, аккумулятор, давай-ка попробуем. Выйдем, попробуем, да, то есть отметим объем вашего двигателя, насколько он сел, и получится ли с помощью этой фигни машину завести. Ну, а я, наверное, за си. Видео заканчиваю. С вами прощаюсь. И буду ждать момент, когда я это смогу использовать. Всем всего. До скорых встреч. Пишите комментарии к видео. Может быть, вы знаете, что это за хрень с зеленой наклейкой. Ну, и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok